с точки зрения вот человека который два года прожил здесь есть что-то такое поскольку вы еще хорошо наверное себя помните там два года назад что-то такое что вот ребятам сказать вот да россия украина там киргизия белоруссия молдавия где нас смотрят и у них какие-то намерения кто-то уже едет тут уже green card лотерею выиграть как и вот что-то такое что со стороны не поймешь вот что вы для себя поняли такого чего вы не понимали раньше а вроде бы это вы на форуме правда вы блогеров может смотреть каких-то вы еще чтобы суши сколько сейчас блогеров да сколько людей сколько информации это же даже представить себе невозможно что человек может приехать в америку без того чтобы там просто взять и сесть за руль и проехать там скажем от моего дома то я думаю о том что как люди я не знаю как люди 90-х годах еще раньше переезжали без интернета без информации мешком пыльным привор блины так и ехали а сейчас когда есть информация но я могу сказать что здесь вас никто не ждет посыл такой то есть не надумал что здесь ждут вас распространяемably 3 здесь вас ждут если вы у вас есть волны если вы что-то стоите если уж эта умеете то есть вам нужно и потому что говорят что вы здесь нужны то есть работать 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 и работать работать над собой работать плане поставить цели двигаться не вперед ни на думать, что сюда приехала только потому, что здесь Америка, здесь будет дерево с долларами, и вам будут приносить деньги каждое утро. У нас было очень много людей из России не понимали, почему мы уезжаем. Потому что у нас там был дом двухэтажный, большой дом с большим участком, отличные были работы. Почему вы уезжаете? Вам там что? А вам там правительство работу даст? Я говорю, не даст. А квартиру вам дадут? Не дадут. Люди, особенно, которые имели опыт с эмигрантами, первой волной эмигрантов в Германию, когда там давали жилье, пособие, не дадут сами все. Зачем вы туда едите? То есть людям нужно готовьтесь, и не будет легко первое. Особенно первые три года, наверное, это самые два-три года, наверное, первое самое тяжелое. Нужно готовиться к тому, что просто не будет, но все очень все зависит от вас. Но тогда человек должен понимать, ради чего он едет? Ну, конечно же. Я точно знал, для чего я еду. У меня дети. У вас не изменилось? Нет. Понимаете, я уезжал не в Америку, во-первых, я уезжал из России. Это два совершенно разных понятия. Мы искали страну, куда уехать. Хотя Америка была хорошо. В наше время говорили, вы куда? Мы никуда, мы отходим. Да. Я уезжал из России. Я никогда не скрывал, что государство я не люблю, российское. И у меня дети, поэтому я знал, что ради чего мне сюда ехать и ради чего мне учиться, работать, вкалывать и так далее. Знаете, что я местное государство тоже недолюбливаю, но единственное, что оно настолько не лезет в нашу жизнь, что как бы что оно есть, что его нет, настолько без разницы. Моя мама приехала сюда, побывал здесь три месяца, она сказала, знаешь, что само государство, что в России, что здесь, одинаковые чудаки на боку М. Но только разница в том, что государство в России, оно мешает еще и своим гражданам внутри. Оно мало того, что наружу распыляет вот эти вот фекалии наружу, так еще и внутри начинает накрывать своих же граждан. Что чего не делает очень явно государство здесь, США. Да, другой уровень как бы микро-менеджмента. Вот скажем, вот именно микро-микро здесь нету, так, где-то они там наверху. Наши масштабы никого не интересуют, то есть там есть чего регулировать. Но стресса здесь значительно меньше. У меня был парень один здесь несколько лет назад, из Москвы, вот он МИФИ закончил, лет 30. Ну и он где-то там поработать успел, проект-менеджером где-то был. И он рассказывал, что вот он неделю первую, пока уроки начались, они там неделю ходили, гуляли, там люди вокруг, они смотрят на них, там запахи вдыхают. И он пришел, и я ему говорю, ну вот как, вот впечатление первое. Он говорит, ты знаешь, мы ходим, смотрим, и один вопрос, кто разрешил? Вот кто разрешил, чтобы люди так жить могли? Кто это позволил? Понимаешь, вот так, что неожиданно такое у него было, да. Наверное, люди меняются, все люди меняются. Люди как-то эволюционируют, наверное, и очень многие, очень много людей, они изменились, как внешне, так и внутренне, те, с которыми я учился. Приехали, сначала все были какие-то зашуганные, с глазами непонятным законом, кто-то был, как я называю, хитросделанный, пытались вот как-то вот через уши извиваться, куда-то вылезти. Это тоже может меняться, потому что хитросделанность, она как бы необходима для выживания в тяжелых условиях. Когда тяжелых условий нет, то как бы и нет смысла как-то извиваться. Самая прямая дорога оказывается самой удобной, выгодной, а раньше она была забитой, и только ей можно было, чтобы по кустарнику где-то там двигаться. Только чего я до сих пор не могу понять, принять это людей, которые живя здесь, они хаят Америку? Я это хорошо понимаю. Они, живя здесь, плохо живут. Они не состоялись. Люди, которые состоялись, они абсолютно никому претензий не имеют. Но когда человек не состоялся, когда у него плохо все, и он не может сказать, что это я чего-то не сделал, ему кто-то виноват извне. Значит, там, если он не научился, ему школа виновата. Если он на работу не устроился, значит, ему там еще кто-то виноват. Я помню, знаете, что на форуме была женщина одна, не хочу там называть, из Лос-Анджелеса. И она, ну, она типа бизнесмен, бизнесвумен. В общем, она приехала, и, ну, надо как-то работать. Ну, в общем, какие-то знакомые ей сказали, что там мексиканский ресторан, и нужна посудомойка. И она говорит, ну, вот пойду на посудомойку. Она без образования, в принципе, она там челночила, там, еще что-то, в общем, бизнесмен. И вот, ну, она там в шубе, там, что там положено в ушах, там. И она идет, значит, туда устраиваться. И ей говорят, мексиканец, владелец ресторана, ей говорят, а чем ты раньше занималась? Она говорит, так я же раньше у меня свой бизнес был. А он говорит, ну, в общем, ее не взяли. И она пишет на форуме, вывод, она делает, что в Америке, она говорит, даже посуду мыть без блата не устроишься. Понимаешь? Но их много, и они жалуются, им все время кто-то виноват. И, ну, что происходит? Люди со временем расслояются, расслаиваются. Вот, допустим, как молоко, дать ему постоять достаточно долго, и ты увидишь, тут водичка, там, значит, сметанка, здесь там еще что-то. То же самое происходит. То есть водичка общается с водичкой, сметанка со сметанкой, ты просто перестаешь их видеть. И я вижу много, потому что, ну, как бы я естественным образом замешан. Вы можете видеть много, потому что вы где-то в индустрии, в которой появляются новые, вы тусуетесь, да, вы можете пойти на барбекю, вы можете пойти там еще куда-то. Но пройдет 10 лет, и основной ваш круг общения, это будут люди, которые здесь уже 10 лет, может быть, больше, и тоже. И когда мы приехали, меня очень не то что обижало, но я видел, что люди, которых мы знаем много лет, но которые тут уже 10 лет, а мы только приехали, они с нами не общаются. Они могут позвонить, они очень найс, они могут денег одолжить, они могут там, если спросить что-то, позвонить, там, все такое. Но, скажем, партия какая-то, или они куда-то поехали отдыхать, или они куда-то на природу, они со своими, вот, со своего призыва, как бы, можно так сказать, эмигрантского. Вот, поэтому так оно потихонечку. В принципе, так и получается, да, что у нас осталось, вот мы общаемся с несколько ребят, с которыми мы со школы, мы общаемся с семьями, и появляются новые люди, некоторые люди уходят, как-то циклично эмигрируют. У нас, я вот помню, круг общения наш, когда мы только приехали, мы ходили на курсы, там, какие-то в джуйку, на какие-то курсы, там, джуйш-вокейшнл, где-то какие-то социальные, там, мероприятия для новичков были. И мы так еще, помимо этого, там, встречались, общались. И никого не осталось, вот через 10 лет ни одного из них не было в круге общения, при том, что хорошие были ребята. Я не могу сказать, что, допустим, они, как-то их сильно беспокоило, что кто-то там более успешный, там, материальный или что-то, нет. Ну, просто разбрелось. При том, что я бы с удовольствием сейчас с ними встретился, потому что они очень симпатичные и славные. Но по жизни разнесло. Ну, по жизни разносит, это точно, как и школьные друзья. И вроде рядом, все на одной пятачке, понимаешь? Круг меняется, интерес меняется, и, соответственно, меняется круг общения. Я вам больше скажу, сейчас вам 33, а вот когда вам будет, скажем, 63, вы увидите, что, скажем, если еще 10-15 лет назад вы собирались на большие барбекю-партии, где было 20-30 человек с детьми, там, ну, и все, то дальше с возрастом их все меньше и меньше и меньше. Потому что у них какие-то, у кого внуки, у кого болячки, он уже не кушает. Вот меня трудно позвать на партии, потому что я не кушаю, ну, стараюсь, понимаете, я, ну, что мне барбекю, лучше уж там подальше отойти. Поэтому, и они перестали, вот, я, который тусующийся, и там, и 30, и по 40, и по 50 человек собирались в толпы, какие там, ну, хорошо, если 10, как там, раз в год там соберется, где-то еще собери 10 человек. Ну, это, как говорится, всему, как каждому возрасту соответствует свой образ жизни, да? Да, да, но когда у тебя внуки есть, знаешь, когда ты уже как-то востребован тут и там тебе, конечно, но для нас вот очень сильное ограничение, это когда мы стараемся не съесть. Потому что уже, понимаете, получается, что ты можешь иметь ту же физическую нагрузку, например, но организм меняется. И вот если ты раньше вот это съел, ну, у тебя все ушло с нагрузкой физической, вот сейчас ты съел половину этого и 2 килограмма плюс. Вроде же, ну, что же ты же, ну, и думаешь, как же так? Вроде же, ничего же не менялось, потому что вот раз, и раз, и раз. Как ничего не менялось? Возраст меняется? Ну, возраст, да, возраст меняется. Ну, что же, хорошо, давайте так, напоследок, ребятам, что-то такое, чтобы польза была. У нас канал полезный, да. Полезный канал? Да. Смотрите, читайте, информацию собирайте, и учитесь, готовьтесь, учите язык, учите. Если вы собираетесь быть где-нибудь в инжиниринге, готовьтесь заранее, учитесь языки программирования, читайте литературу, учите английский язык, и самое главное, верить в себя и не застревать в своей зоне комфорта. Только вы застряли, все. Всегда к этому делу идет 20 человек, которые спросят, а какой язык программирования учишь? Да любой, который вы понимаете. Я не понимал, я попробовал учить Java, люди говорят, некоторые советуют, учи Java, учи C, учи Objective-C, учи Python. Попробуйте, какой вам легче пойдет. Для меня легче пошел Python, и мне теперь людям легче Python объяснять, чем Java, например. Я сейчас могу писать и на Java, и на JavaScript, и на Python. Но Python все-таки это скриптинг такой, да? Это Objective-Language, и Scriptive-Language еще звал. Ну, то есть он проще, чем Java, по идее. Он проще, тем, что там нет строгой типоризации данных. То есть не надо проверять заранее переменную, говорить, что это будет стримпинг. Удобно, конечно, удобно. Он автоматом все это делает. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но как первый язык программирования. Если я не спрашиваю, то я говорю, посмотри в сторону Python. Зная один язык программирования, ты другой язык подплатишь. У меня такое ощущение, что сейчас Python не меньше востребована, чем та же Java. А в QA, в принципе, да. Абсолютно. Больше того, Python ведь похож на Ruby, правда? Это они очень одинаковые. Они очень похожи. То есть фактически, если ты знаешь Python, то можно сказать, что ты знаешь и Ruby, который тоже востребован. А почитать книжку, потом за пару вечеров почитать про Java, нужно понять Java. Не писать, как гуру на Java. Нет, сейчас накинуться на меня, люди скажут, что Java сложнее, гораздо свои у нее есть подводные камни. Но понять синтаксис, знай, один язык программирования. Потому что все программирование, это только, грубо говоря, это все про операторы. Про if, else, while, loop и for loop. А остальное, это все синтаксис. Я помню время, когда все писали на C++. И тут появилось Java. Это было у меня на глазах. И все осваивали Java. И я у программистов как-то пытался понять, что они скажут. И они говорят, ты понимаешь, настолько Java проще. Это же такой простой язык. И я тут все класс-пласс. А сейчас получается, что сложный. Ну, он для новичка сложно понять. Допустим, мне было с моим непрограммистским мышлением и без именно программино-инженерного опыта, мне было сложно понять все те, что такое объекты, что такое классы, как это все инициализируется, что такое статик. А сейчас, пожалуйста, свифт вышел. Ну, почитал я вечер книжку по свифту, посмотрел синтаксис, то же самое пальто. Теперь можно писать на свифте на работе, пишем что-то. То есть, если люди там где-то собираются и планируют быть где-то в технической области, то, скажем, неплохо взять курсы там попрограммировать. На курсы пойти, не по книжке. В шахт-нижке не каждый может. Все очень, да. У меня, почему я учил в течение года, не в течение года, а в течение трех-четырех месяцев каждый день, потому что я сложно воспринимаю информацию с бумаги. Мне нужно, чтобы мне один раз объяснили. То есть, я практически человек практики. Не объясни, и все, я сразу понимаю. Все очень зависит. Если вы понимаете, можно книжки, можно курсы, я делаю вам объяснять, можно самим видео полно. Да, сейчас очень много. Есть парень, совершенно замечательный. Вот если на YouTube сделать там джаву для тестировщиков, да, совершенно замечательно рассказывать. Да, да, да. Цикл большой. На linda.com. Но я советую брать на английском языке и книги читать по этой тематике, по всей инженерной тематике только на английском языке. Я объясню, почему. Почему? Потому что пока перевод, пока адаптация перевода, пока редакторский язык проходит, опять, книга уже устарела. Три-четыре года проходит, прежде чем появится уже адаптированный перевод на русский язык. И вы вне оказались. Когда мы жили в мире вот этого printed, да, как бы, books, никто не мог написать книгу по автоматическому тестированию. Потому что пока книга проходила цикл, то есть ее надо сначала написать, а потом она проходила цикл, и она выходила уже устаревшая, как я не знаю что. Была книжка по visual test, но это просто, я не знаю, сейчас ты написал, там, на веб-сайт подвесил, знаешь, и вот тебе, пожалуйста. И уже, как бы, ну, хочешь распечатать. Но если вы хотите работать в инженерной среде и хотите быть успешными здесь, то забудьте про русскоязычные книги или книги на вашем родном языке. Я, слушай, я, знаешь, что вижу, я вижу люди, значит, они, это самое, я вижу люди, у них вот лэптоп или там компьютер, у них Windows русский стоит. Понимаешь, и они в Америке, и они что-то такое, вот, учатся там у нас в школе, а при этом у них Windows, народ, у меня вообще не укладывается в голове никак. Я, когда пришел в Apple, так как я работаю в International Team, то я обязан, говорю, мои все девайсы, они должны быть на моем родном языке. И я до сих пор себя ломаю, потому что обратно не переключиться на английский. Настолько это мне неинтуитивно понятно. Хорошо, Станислав, давайте я вас отпущу, потому что мы так уже у народа времени много заняли. Давайте им всем пожелаем успехов, и пусть делают правильные вещи, а если делают неправильные, то пусть не огорчаются, а как только поняли, что неправильные, сразу отключились. Да, и переосмыслили, и снова сделали. И никого настроение не портили, и в первую очередь себе. Действительно. И как бы хотите сделать мир лучше, значит начните с себя. Вот, и сразу от вас пойдет хорошее, доброе поле. И к вам начнут добрые, хорошие люди притягиваться, так и начнете с себя. Да, потому что сигнал послали. Да, всем успехов!